Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Мадрид, и я приехал в гости к доктору Хуану Ариусу Ромеро. Это клиницист высокого уровня, он хирург, парадонтолог и не только. Так что я вас познакомлю с этим доктором, он покажет свою замечательную клинику, и мы побеседуем с ним немножко, и где он в конце поделится своим клиническим кейсом. Так что погнали! Приветствую, как твои дела? Очень рад, что ты согласился с нами снять сегодня вот такое небольшое интервью. Очень рад, потому что мы всегда здесь очень маленький, и я очень рад, чтобы быть с вами. Я понимаю, что очень мало времени. Хотел бы начать с того вообще, хотел бы узнать, как ты пришел к своей профессии. Ну, в моей семье, у меня всегда были медики, не донтологи, только у меня донтологи. Я очень рад, потому что у меня донтологи, которые были медики, и у меня донтологи, и у меня донтологи. Так что ты можешь делать две вещи, и у меня не надо. Это первая клиника, которая началась с вами. Это ресепсион. Второй этаж. То есть потом уже купили. А вот здесь. А вот это новый. Да, вот здесь. Первый. Вот здесь все на первом месте. Здесь у нас есть. И здесь у нас есть. И только была эта площадь. И здесь у нас есть команда. А что сейчас здесь? Да, и здесь у нас есть комната с больно. Здесь есть кабинетов, есть хорошее, есть докторы и... Ну давайте мы начнем с каких-нибудь комнат. И здесь есть комната, а здесь у Вас есть. Это свое ожидание? Стоит из маленького ожидания. Ну комната небольшая, но очень такая уютная. Уютно. Нормально в этой салоне, в этой салоне, в этой салоне. И с этой салоне переводят туда, с другой салоне. А где ты проходил обучение? На Университет Альфонсо X. На УАКС. Скажи вообще, как проходил обучение и что было самое сложное для тебя в период обучения? Воiin, у них было тяжелло. Это первые два или три первые первые годы с Университетом. В университетом в Университете в Университете удочар向俺 начали следить мне в курсоту. На университете удочаровался я. В нашу ищу從, где мы стали прозрачными, университетом удочарованием. В альфонсо Chic это отдельные курсы обучения. И я знала себя муч mais мы вести ее, в Университете. из этого зала приводите в это зало на ожидание и потом уже в кабинет. Слушайте, ну очень стильно, очень красиво. Можешь переводить. Слушайте, ну очень красиво, очень красиво, очень красиво, теперь она уже более модерна. После этого, получается, приглашают их в кабинет. Можешь показать кабинет? Как ты считаешь, сейчас обучение намного лучше стало по сравнению с тем, когда ты учился? Нет, это так же. Я думаю, что это так же. Может, они получили ассигнатуры в одеонтологии, немного более, и они получили в первые курсы. Но я думаю, что это так же. Я думаю, что когда ты учишься в одеонтологии, это когда ты закончишь свою карьеру. Как ты считаешь, в кабинетах на этом тоже? В этой плане, сколько кабинетах есть? Здесь есть три. Три. Эти есть один. Очень хорошо. Здесь есть вот такие вот. Или в этой плане есть инфляция? Нет, только в обеихе. Здесь есть инфляция, и в докторах видят их, но в обеихе есть где-то. Небольшие клиники? Здесь, я так понимаю, ведется какой-то прием обычный. Да, просто обычный прием, осмотр и чистки. И чистки, и отбеливания, я так понимаю. А, имплантация наверху. А, имплантация наверху. А на этом этаже что у нас еще есть? Можем показать? И что еще есть? Что еще можно показать в кабинете? Я заметил, что здесь есть туалет. Ну, здесь есть туалет. Такие вот. И ортодонция тоже вверх, да? Да, все вверх. Здесь есть ограниченные возможности, мы тоже все устроены, все есть, очень прикольный зеркало. Да. Ты преподаешь в университете европея. Вообще, скажи, для чего ты это делаешь? Это ради престижа или ты хочешь обучать учеников-студентам? Ну, по-процентам не. Не думаю, по-процентам. Верситете, я даю в постграду. И это не уроки. Потому что локе я хочу искать ученики. У них уже не знали, что хотят, что хотят ученик эту раму. То есть ученик-студентам, что у людей, чтобы ученик-студентам, особенно в специализации. Я в азоте с помощью психологии, особенно в университете, в университете, в университете, обучение в шоколаде для перегоноси имплантных. Мы ходим в этом году. Мы переходим в программу, мы уже разные, очень интересные, очень... И обучение, как уникальные учреждения, учреждения, и вероалумные, которые начнут в момент, и все это что-то вы будете научить, это что-то мне нравится. Что-то мне не нравится, что-то мне важно, это дать класс в град, потому что в граде, он обрадует... И это не так gratичante как у послужения, где он выбран. Все должны, они обязаны. Хорошо. Очень стильно, красиво. Это был первый этаж. Здесь раньше был основной прием. И теперь мы поднимемся на второй этаж. Да? Также есть и лифт конечно. Можно и воспользоваться, но мы спортсмены. А это спортсмены, это бывшие квартиры получается? Семь. 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 Да. Такие огромные прям. Да. Так. Мы сейчас пока не можем здесь нить, там пациенты. Мы сейчас вам покажем. Значит, уборные. Тут в основном уже все работают. Радиография, ортодонтия, имплантация и все. Скажи, пожалуйста. Я знаю, что ты проводишь свои лично обучающие курсы. Вообще, как ты к этому пришел и продолжаешь ли ты еще до сих пор вести такие индивидуальные частные курсы? Да. Семь. Да. Да. Семь. Семь. Да. Семь. 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 У него есть два кабинета, это кабинет хирургии и рядом находится кабинет эстетики, где он проводит свои операции. Можем показать лампу. Хирургическая, полностью лампа, кронштейн крепления для видеокамеры. Кстати, может быть кому-то на заметку интересно. Здесь полностью вся хирургия проводится. Кстати, Surgic Pro аппарат, я так понимаю, это для коррекции Disney. Это что-то связано с плазмолифтингом, я так понимаю. Ну, кстати, кабинет... А, да, кстати, вот эта фишка в клинике, вот это стекла, с помощью кнопки они хоп, прозрачные становятся. Это очень крутая идея и ты... Можешь понять, когда работает врач и когда работает? То есть, когда врач работает, он отключает? Он отключает... Ну... 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 Вот. Но когда живут оттедомцение, которые были врач difficulties… Ну, как будетester фр Rhode 2019 Естественно, он отключает таким образом как жителя, оно отключает. Но у меня у меня там есть эти фрег標истры и ост Waiting är только. Vale, ладно. Сан, он индивидуальный курс у себя на базе своей клиники не проводит. В твоей клинике, ты не... Дос джи, три дня, с кем-ми. Дорогие курсы, которые идут через тяжести. Потом мы сшимы и говорим о всех процессах. Но не с курсом теорика, но с клиниками. Это что мы делаем. Все праздники. Все праздники. Они рядом с моего. Я работаю в том, на меме. На меме конец. Например, у меня есть люди, которые говорят, которые говорят о курсии муко-гинговой. Добро пожаловать в двух дней, и я получаю муко-гинжибалку, каждый день муко-гинжибалку. И между церковьем и церковьем, мы сидим здесь и говорим о том, о чем это было, о чем это было, о чем это было, и о чем это было. И на экране, что вы видите, доктор? И на экране, что вы видите, доктор? Здесь? Да, здесь. Нормально всегда есть фотографии, или тоже в пульт, зависит от операции. Да, да. Да, да, да. Нормально всегда есть информация для пациентов. В общем, все, что связано с операцией. Да, информация для пациентов, что связано, радиография, какая-то информация. Ну, кстати, кабинет небольшой, но очень даже уютный. Только такие стекла у Хуана, у Хуана и вот ресепшн, и все. Ну, это дорогие стекла. И, везде такое делать, это очень дорого. И это вот для эстетики, вот, кабинет. Здесь ортопедия полноценная происходит. То есть, вот такой вот кабинет. Тоже план Мега. Установки. Если я не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Классная установка, кстати, она много места не занимает. Мне нравится у пламмейки вот такой вот лифт. Он поднимается вверх. Четко места не занимает. Огромнейший телевизор. И вот такая вот маленькая раковина. Очень удобная. То есть, ну вот, знаете, ребят, хочу сказать, ничего лишнего. Да. Кстати, очень удобно. А, слушай, они рассказывают, что, то есть, тут, когда, допустим, работает врач, ты помнишь, вот, в кабинете у них тоже есть проектор? Там ученики, допустим, будут смотреть, как работает хон. То есть, чтобы они не заходить, не мешать. В хирургии. Да. Это когда приходят на обучение, у него онлайн-трансляция приходит туда, чтобы они вокруг него не толковались. Вот скажи вообще, а как ты пришел к тому, чтобы обучать других коллег? Я насколько увидел на сайте, ты окончил вроде в 2001 году, а в 2004 ты начал уже преподавать, вести какие-то образовательные курсы. Это так или я просто неправильно понял информацию? Когда я закончил на университет, я уже и был на университет, в которой я только делал перидонсия и университет. То есть, они уже были в университет. То есть, по праве, как я могу, в них уже начинал университетов, в основном их курсосы и конференциала и университетов, где я могла говорить о том, что делать. То есть, я смогла Deepak, узнать, как в них на университет, обучения. Вaufen шансы, университет, в связи, обучение, в связи, в colonialхе, университет, до места, в которых я могла сделать в других. Но это было их. Я был в специальной клинике, очень специальной, очень dedicada к перидонциям и кирургам. Это была первая клиника в этом направлении, которые уже дали курсов. Поэтому я начинал с ними. Кстати, обратите внимание, что у них кабинет и нигде нет номерных знаков. Тоже, кстати, план Мековская установка. А, смотрите, это стены, у них специально обработаны, ну не обработаны имеется в виду, а такие вот панели. Так как это жилой дом, у них вот такие вот панели, где рядом с аппаратом. Чтобы облучения не было. И через экран все смотришь и контролируешь. Круто. Также есть смысл для фото. И фото-видеозона. Мы софтбоксы их сейчас убрали, когда интервью записывали, поэтому они тут вообще находятся. Вот такая вот камера. Я так понимаю, эта камера используется и на операциях, да? Это для того, чтобы делать хирурги, да? Нет. Это для того, чтобы снимать, когда у него записывается техника у пациента, и он изучает для того, чтобы сделать фото из головы, то это будет сниматься. Для того, чтобы снимать пациента, например, для его жестов, для музыки, для истории. Это вот тоже рабочие лошадки, контрастеры. То есть у них все, кстати, фотоаппараты всего в одной зоне располагаются. 7D фотоаппарат и 100 мм макро. Макрообъективы сотка, сотка, сотка. И, конечно же, красавец, три шейп. Он такой на подкатном модуле, но тоже удобно на самом деле. Вот эта история у Флорина Кафара примерно такого же плана в клинике, но там чуть-чуть побольше, там отдельный еще оператор для этого. Вот твое первое выступление. Насколько было волнительно и какой ты можешь дать совет начинающим лекторам? Как я чувствую? Ну, я был хорошо аромат, потому что мой парень, в тот момент, он давал на самом деле самое важное в конференции. Он делал 80%, я делал 20% остальное. Ну, я помню, я много изучал для этой конференции и все слова, что я говорила в конференции, что я говорила в конференции и предыдущие. Как я рекомендую людям? Я рекомендую, что это не так. Останно, что нужно иметь опыт для того, чтобы говорить. И это не так. Насколько изучать просто вот что вы будете говорить, то это в influencing что я говорила. В общем, ты говоришь все, что происходит. И что происходит действительно в том, что вы действительно запрещены. Но если ты только знаешь, если ты только знаешь, ты потерялся. Это лучше узнать все, что есть вокруг и действительно сказать, что ты знаешь. Сейчас у тебя нет проблем. Я не знаю, что у тебя есть. Нет, сейчас у тебя есть проблемы. Сейчас у тебя есть проблемы. Что ты делаешь? В этой кабинете, когда у тебя есть пациенты, мы можем идти и... Мы слышим, что у тебя есть. Ага. победить я был вот на самом деле очень сильно впечатлен уровнем твоих работ когда ты приехал в гости к нам россию москву показал свои кейсы мне очень понравилось клиническое мышление твое работа и твое фото протоколы скажи кем ты вдохновлялся вообще но густава и москву но и флорин кофар также мучу москву а верно с у нас к темоте на пирсона на пирсона в патрикуларе со сту форма эсси ту эрес инкомформиста всегда вас и intentar buscar algo мазь и агога мазь осяк ес у нас у меня не мимо потому что синий у ты на теннина аня не аня оператор аня 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 дейв аня аня Это Стив Джобс, из Дон Троста. Да, да. Это, по-десконталу. Нет, не инспираю меня. Если кто-то видит Флорин Кофар, и не инспирая, или не хочет делать то же самое, он умер. Да, да, да. Ну вот, здесь у нас есть лаза. И каждый раз у меня есть лаза. У нас есть лаза. Ребят, ну, зал ожидания, конечно, здесь просто шикарный. Очень светлая комната, красивая, дизайнерская, с логотипами. И на клинике у нас есть эта фраза и эта фраза. Это две фразы, которые есть на клинике, которые нравится доктору. Здесь две зоны. Здесь общая зона, и есть такая отдельная частная зона, где... И эта зона, которая тоже есть сады, но более приватная. Да, более приватная. Где, то есть, доктор может прийти с пациентом, каким-то что-то переговорить. Который тоже с мертвым. Который также тонируется. И при нажатии кнопки спокойно включается. То есть, чтобы доктор поговорить? Да. Здесь обычно всегда говорит доктор. Если есть какая-то интервью. То есть, тут врачи с пациентами разговаривают, чтобы не мешать? То есть, здесь проводится какая-то консультация такая? Или что здесь больше? Ну, в основном, если доктор должен что-то еще сказать пациенту, то есть, тут все говорится здесь, чтобы не мешать, скажем, другим пациентам. Вот такая вот, на самом деле, очень даже уютная зона. Ну, мне очень нравятся такие вот светлые оттенки с прекраснейшим видом. Это самый центр Мадрида. А скажи тогда, пожалуйста, мне интересно вот твое мнение. Для тебя какая-то подборка там топ-5 врачей может быть Испании. Давай так вот. Уч��acionalное оттенков третий Лова 아л… Лesa Society Мадрия Дамец Лаеше Учены Ловая Луциану Аданели, он другой. Карлос Фернандес Вильярдс, он другой. Есть много. А спаня... Я думаю, что спаня, я думаю, что он получил генерацию очень хорошего, очень мощного, очень работающего, очень peleонного. А, у нас есть новый выход на веранду. Мадрид, это кастельная. Вот с таким вот видом, друзья, шикарно. И живые цветочки, которые поливают. Испанские врачи, вот ты всех произнес, это, я в любом случае уверен, что это высококлассные специалисты, мы обязательно инстаграмы оставим этих врачей. Но я хочу сказать, что в мировом сообществе как-то испанские врачи где-то в стороне. В основном это Италия, Бразилия или какие-то другие страны. Вот твое мнение, это так или нет? Нет, я не согласен. Я думаю, что сегодня, для меня, на сегодняшний день, врачи. Я думаю, что у них есть то, что у них есть Xi'ки. И зато есть Россия. Для меня сначала Бразилия, а потом Испания. Почему так? Почему там намного лучше? Так, это у нас такая некая координаторская комната, где… доктор… И это сел деспачо дель доктор, где он здесь. Тут находится в 6 врач. Самое место. Доктор, где он делает в основном свои презентации и пьет прекрасный кофе. Очень важно. Очень важно. В Испании кофе очень важно. Да, да. Кофе с лечо, кортадо. Что ты любишь? Я кортадо. Это некий эспрессо испанский. И здесь выводится список, точнее врачей, записи. Да, записи пациентов. И там еще внизу есть такой камин, но там проблемы некие его включить, поэтому мы пока не будем. Кстати, из книжек, я думаю, многие знают эту книгу. И вот такая вот клиника. Кстати, она 400 метров, да? 400 метров в квадрате? Да, 400. Вот это так. А внизу? Только вот это так. А внизу? Только вот это так. А внизу? Здесь можно наблюдать по камерам, кто как работает. И мы еще покажем кухню. Кухня? 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 Да, да. Кухня? Да, да. У этой комнаты, кстати, два входа и два выхода. Вот ты сейчас сказал на самом деле очень такую важную тему, то что действительно много студентов сейчас учатся на врачей-стоматологов. Вот скажи, я заметил, что в Мадриде очень много стоматологических клиник. Как обстоят дела вообще со, так скажем, какой-то конкуренцией между собой? Потому что в каждом доме может быть по одной, две клиники. Ну, я вот насколько заметил в Мадриде. Ну, я так, это неско. И, ну, оно оно такое, и это spent, и вот таких не pouring. логя mucho más alto porque necesitas competir y hacer lo mejor que el otro que como está a nivel de pacientes pues a ver hay pacientes y entiendo que hay pacientes para todos pero cada vez tenemos que hacer las cosas mejor porque el paciente ya puede elegir mientras que hace unos años el paciente no podía elegir sino que iba al dentista que tocaba que había o que le recomendaban ahora Сейчас многие делают то же самое. Наклейка на двери, осторожно радиация, потому что в кабинете есть прицельный рентгеновский аппарат. То есть во всех кабинетах, даже у Хуана в самом кабинете тоже есть наклейка, где осторожно радиация. То есть это, я так понимаю, у них по закону, по стандарту, вот это должно быть. В какой момент и когда ты открыл вообще свою клинику? Как ты к этому подошел, что тебе нужна именно своя клиника? Ну, я уже много лет работал с другой человек. И... И... Легуя момента, когда я у меня была идея, что я хотела сделать, не по моему счету, но я у меня была идея, я хотела сделать эти идеи, и это... Но сделать это со мной было бы то, что не было чем-то. Я preferил это послушать. И вот здесь, на кухонной улице, где... П theirs, кто работают здесь, в правом месте, чтобы食べть, то есть в час, есть более привлекательность. Когда доктор устал и хочет покушать, перекусить, заходят сюда, работники. Так, значит, у нас тут довольно-таки мало всего. То есть, а где стол? То есть, тут стола нет? То есть, тут есть вот такие барные столы, небольшой холодильник. Да, и другие сидят здесь и едут. Есть печенька? Думаю, если есть гайки, то есть. Ну, почему тогда они... А, конечно, это, так скажем, рабочий для сотрудников туалет. Это дно для работников. Это дно и это вестал. А здесь гардеробная. Ну, ладно, уже туда заходить не будем. А здесь, я еще посмотрю, есть вход. Это вход для сотрудников. Это вход для работников? Да, да. Для партии? Да, да. Немного из работников в центре. Да. То есть, они не заходят никогда с центрального входа. То есть, с центрального входа никто не заходит из врачей. Ну, это правильный принцип. А мы можем открыть, так чуть-чуть показать. А мы можем открыть, так чуть-чуть показать. А там нет ничего. Просто мы выходим, как бы, в подъезд. Как было сложно найти вообще в себе команду? Потому что, допустим, у нас врачи, да и в принципе я думаю, наверное, это по всему миру так, собрать свою команду сильных врачей очень сложно. Ну, люди все работали мне в другом клубе, но они тоже работали здесь. Я работала здесь, то я уже знаю. И я от нас уже позитиваю. Я вернулась меня в директе на гимн, даже очень много лет. Мне я хорошо учусь, логики, много ущенщиков. И я выбрал их с деклями, с этим я делаю. которые работают с нами, конечно. Потому что я не исключаю в работе, но я знаю этих людей и они приходят с нами. Как вам сейчас представить и расскажет кто он и какая у него должность в клинике? А, если вы можете сказать на камеру как ты называешь и что ты делаешь в клинике? Я называю Гонзалом и в клинике я занимаюсь информацией и дизайнов и тема соцсетей соцсетей для того, чтобы все будет хорошо. Скажи всем пока. Всем пока. А, vale. Если можно сказать всем пока. Всем пока. И на испанском. И на испанском. А, всем пока. Всем пока. Всем пока. Спасибо. На сегодняшний день ты 100% доволен в своей клинике или еще что-то хочешь усовершенствовать или как-то улучшить. Я очень согласен с тем, что у меня есть в клинике. Мы открыли новую плату в клинике hace один год. Эта плата она новая. И также мы сделали лаборатория 100% дигитальный лаборатория удалось поймать контакт с доктором. Потому что все-таки языковой барьер существует. И пока ты доносишь свои мысли это переводится он говорит это переводится мне немножко такие трудности есть. И конечно у нас было очень ограниченное время с доктором. У него был ровно час на то, чтобы провести с ним какое-то время, чтобы поснимать что-то. Поэтому я надеюсь, что получился формат в принципе интересный. Поэтому ставьте обязательно свои лайки. Пишите комментарии насколько вам вообще этот формат понравился. Как вам вообще клиника. По мне эта клиника суперсовременная, суперкрутая, двухэтажная. Такое не часто встретишь и увидишь. Поэтому накидайте ребят лайков. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.